Покупка мебели это целая история. Взвешены все за и против. И вот решение принято. Осталось поставить только подпись и заветный предмет интерьера уже у вас дома. Здравствуйте. Служба доставки. Вот два места, все как вонокладной. Распишитесь, я полетел, у меня еще 15 заказов. Подождите. Ну давайте для начала правильно примем мебель. Но иначе радость от покупки может продлиться совершенно недолго. Дело в том, что после подписания акта приемки мебели, компания-продавец снимает с себя всю ответственность за сколы, царапины и трещины. Поэтому давайте решим все проблемы здесь и сейчас. Не стесняйтесь задержать сотрудников службы доставки. Вы имеете полное право на самый тщательный осмотр вашего товара. Что же касается и пунктов выдачи. Давайте рассмотрим несколько ситуаций. Первое. Вы заказали мебель в коробках и решили собрать ее самостоятельно. Тем самым устроив испытания себе и своей семье. Берем накладную и проверяем количество коробок. Если все цифры сходятся, то можем спокойно приступать к внешнему осмотру. Вы имеете полное право отказаться от частей с поврежденной упаковкой и просить замену. Если это не принципиально, просим вскрыть коробку и изучаем содержимое. Стеклянные детали нужно осмотреть независимо от состояния упаковки. Обязательно посчитайте фурнитуру. Ситуация номер два. Вы заказали мебель со сборкой. Тут тоже есть варианты. Сборку осуществляет фирма-производитель либо в день доставки, либо в другую любую согласованную дату. В первом случае, после сборки вы осматриваете изделие на предмет дефектов. Проверяйте все, что должно двигаться. Если вас все устраивает, подписывайте акт и пользуйтесь. А если есть недостатки, которые сборщики не могут устранить на месте, записывайте их в акт и тоже подписывайте. В течение 45 дней они обязаны их устранить. Отверстия для ручек в шкафах, тумбочках и комодах должны быть просверлены очень аккуратно, и из них не должна сыпаться стружка. А принимая столешницу, обратите внимание на ее боковую кромку. Это ее слабое место. При заказе мебели со сборкой проверьте зазоры между дверцами. Испытайте подъемный механизм кровати. Кроме транспортных повреждений существуют и производственные дефекты. Они могут проявиться не сразу, а в ходе эксплуатации, через месяц или даже год. Однако на это есть гарантия. Мягкие детали из голови кровати, дивана или кресла должны быть прострочены ровно и непрерывно, без истончения нити. На эко-кожа не может быть и минимальных трещин. Производитель всегда несет за них ответственность. Поэтому смело обращайтесь с просьбой их устранить. Главное сохранять чеки, этикетки и паспорт изделия до истечения гарантийного срока. Теперь вы понимаете, почему родители всегда хранили, как вам тогда казалось, ненужные папки с бумагами. Крупные мебельные холдинги стремятся сократить количество претензий по качеству товара. Для этого на производстве проводятся специальные проверки перед отгрузкой, а также контрольные сборки изделий. Поэтому риск купить некачественный товар минимален. И помните, разочарование от низкого качества товара длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены. Выбирайте правильного производителя.